Город Ташкент, ему 23 года. Рост 168 сантиметров, вес 57 килограммов, 500 граммов. Профессиональный рекорд, три боя, три победы, неизвестнающий поражение Шерзот, Юл Дашев! Его соперник в красном углу, боец из Киргизии, город Бишкек, ему 23 года. Рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, 600 граммов. Профессиональный рекорд, три боя, три победы, неповещенный Эржан Туркумбеков! Рефери Семен Стахиев. Господа боксеры, слушаем мои команды внимательно, правила не нарушаем. Пожали руки, желаю удачи по углу. Ровесники, эти боксеры. Итак, Эржан Туркумбеков прилично перевесил весовую категорию на целых, на килограмм 400 граммов. Ну и чуть-чуть перевесил, соответственно, Шерзот Бек Юл Дашев. По 23 года и тому, и другому. Различать боксеров легко. В желто-черном Эржан Туркумбеков, в желто-черных трусах и в синих трусах с белыми полосками Шерзот Юл Дашев. Начинает пока аккуратно, с дистанции. Вот попытался Юл Дашев сейчас обострить, но на месте был Эржан Туркумбеков. У Туркумбекова, кстати, как и у Юл Дашева, не первые бои в Екатеринбурге. Боксировали уже здесь до этого. Юл Дашев левша. Туркумбеков правша. Два таких, сдвоенный джеб прошел у Шерзота Юл Дашева. Опять попадает Юл Дашев. Ловит он неплохо передней левой рукой. Но вот сейчас с правой руки достал его. Эржан Туркумбеков. Ну, пока в такой игровой манере действуют боксеры. Но кто знает, возможно, мы увидим и яркие размены в этом поединке. Подавливает Эржан Туркумбеков. Туркумбеков старается действовать первым номером. Вот здесь хорошая двойка. Так зазевался Юл Дашев и пропустил хорошую жесткую двойку. Корпус, голова. Вот это интересно было с передней руки. В случае Туркумбекова это правая попадает Эржан. Если кто не знает, друзья, но я думаю, что все уже знают, да, что есть такое боксерское понятие передняя рука и дальняя рука. Так что, если вы слышите словосочетание передняя рука в контексте комментариев, прошу не удивляться. Немножко ликбеза. Хорошо, жесткая двойка от Туркумбекова. Начал застаиваться. Юл Дашев. Ох, какой он пропускает удар слева и туда же в корпус. Хорошо работает в конце раунда Эржан Туркумбеков. Поймал свой ритм, поймал соперника. И не просто, не просто Шерзоту Юл Дашеву сейчас. Он по корпусу уже очень много пропустил. А удары по корпусу имеют свойство накапливаться, естественно, и сбивает дыхание, и просто боксер встает. Лишается подвижности, так скажем. И очень грамотно сейчас работает Эржан Туркумбеков. Ну что ж, у нас позади первый раунд. На мой взгляд, во второй половине приспособился к сопернику Эржан Туркумбеков. И хорошо взял еще и конец раунда. Ждем вторую трехминутку, друзья. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, у нас отказ от продолжения поединка, я хочу заметить. И после первого раунда, видимо, не будет продолжать бой Шерзот-Юлдашев. Ну, по крайней мере, у меня такое сложилось впечатление. Хотя... Да, мы видим, что сейчас будут расшнуровывать перчатки, снимать перчатки звук Шерзота-Юлдашева. И вот так вот неожиданно, возможно, для кого-то закончился этот бой. Продлился всего один раунд. Но, с другой стороны, очень уверенно во второй половине трехминутки отработал Эржан Туркумбеков. У него первая досрочная победа в карьере. Можем его поздравить с этим. И пока что в таком своеобразном матче Киргизия-Узбекистан 2-0 в пользу Киргизстана. Дамы и господа, в связи с отказом соперника от продолжения боя, победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Эржан Туркумбеков. Наши поздравления Эржану Туркумбекову и уважения его сопернику Шерзоту-Юлдашеву. И очень скоро со главной событием вечера очень интересный поединок. Шесть раундов в полутяжелом весе. Денис Хаматов и Константин Петернов.